Продолжение следует... 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 Практически... Продолжение следует... 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 Но и на них мы, конечно же, обращаем внимание в первую очередь. Что касается европейской валюты. Как я уже отметил, тот легкий ложный выпад, который мы видели в начале прошлой недели по паре евро-доллар, он продлился недолго. После того, как пара евро-доллар достигла уровня 1.1280, последовала абсолютно оправдно логичная коррекция. Полученный, кстати, спрос на евро наблюдался в первые дни, опять же, по причине очередного негатива из Китая. В частности, как вы знаете, прибыль крупнейших китайских компаний в августе снизилась на 8,8%. Это тут же вызвало разгрузку мировых фондовых рынков и повысило привлекательность защитных активов. Поэтому евро оказалось в поворе. То есть, это идея вечная на самом деле. Хотя она сейчас куда более актуальна, чем, скажем, год назад. Потому что сейчас мы прекрасно уже по факту видим то, что настоящим возмутителем спокойствия у нас остается Китай. И если азиаты во время, скажем, начала своих торговых сессий и активного трейдинга начинают негативить в плане динамики, эта сессия по принципу цепной реакции азиатская подхватывается прочими площадками, что в целом становится причиной плохих настроений, повышает спрос на защитные инструменты. Да, мы знаем то, что евро – это валюта фондирования. Соответственно, ее используют для финансирования операций Керри Трейда, для финансирования, опять же, защитных сделок. Ну и если назревают негативные тенденции, это третий сценарий. Европейская валюта – это один из активов, которые, опять же, используются для хеджирования, опять же, коротких сделок по европейскому фондовому рынку. То есть, наверное, как мы пытаемся провести параллели с американским рынком, то есть тогда, когда у нас нет стоящих фундаментальных отчетов, макроэкономических поводов, но нам хочется найти на рынке хорошую идею, чтобы объяснить, ну или, по крайней мере, попытаться с фундаментальной точки зрения, спрогнозировать динамику, опять же, доллара, мы смотрим за поведением американских трежерис, облигаций. На евро действует тоже такая же, в принципе, логика, но, в частности, больше даже не трежерис, а немецкие бундесы. Но, в целом, еще не забывайте о том, что, может быть, даже сейчас более преимущественным, скажем, подходом к трейдингу будет тот сценарий, который я буквально описал несколько минут назад. То есть, если просыпаетесь, видите, что шархайский композитный индекс сыпется вниз, можно даже смело, не смотрите уже содержание экономического календаря, понимая то, что сейчас именно эти тенденции, точнее, настроенческие через азиатский фондовый рынок и будут доминировать на, собственно, всех финансовых площадках. Поэтому Китай разочаровал, соответственно, еще и плохими, утручающими макроэкономическими данными по количеству и объему прибыли. Это привело к тем тенденциям, которые характерны для ухода трейдеров в защитные инструменты и, соответственно, повысило привлекательность европейской валюты. Но вот это, опять же, недолгосрочное ралли, которое периодически имеет место быть. И, как я уже отмечал, оно длится недолго. Обычно оно интересно только дейтрейдерам, краткосрочным трейдерам, которые, опять же, проводят сделки в рамках торговых сессий. Мы к таким себя не относим. Но, по крайней мере, я еще раз отмечаю, краткосрочные прогнозы – это совсем дело неблагодарное, поскольку это гадание на кофейной гуще и попытка просто испытать свою чуйку, которая действует на финансовых рынках. Но что будет? Будет расти либо падать. И на самом деле у тех, кто пытается объяснить краткосрочные прогнозы и еще умудряется навязать свои краткосрочные прогнозы кому-то, это на самом деле правда. Точнее, лучше сказать, что это та идея, которая основана буквально лишь на личностных предположениях. Ну, то есть, если кто-то из вас, даже из новичков, сделает, собственно, свой прогноз на три дня, в нем будет, правда, ничуть не меньше касательно возможных динамик валютных инструментов. Вот долгосрочно здесь уже можно, конечно же, покопаться в фундаментальной картине, что мы стараемся делать буквально каждую неделю и, разумеется, каждый брифинг, потому что каждый брифинг – это более актуальная информация. Я еще раз вас призываю, что если хотите быть в курсе самых актуальных новостных сообщений, поводов, макроэкономических событий, очень буду рад вас видеть на нашем официальном канале на YouTube, где мы каждый день выкладываем, собственно, обновленные, каждодневные брифинги. Ну, давайте продолжим дальше статистикой. Из статистики, собственно, вторника можно было выделить слабые данные по уровню доверия потребителей в еврозоне – минус 7,1. В целом, негативный подтекст уже касательно данного макроэкономического отчета держится очень долгое время. Также индекс потребительских цен в Германии оказался под водой – минус 0,2% против прошлого – ноль. Годовой показатель также на нулевой отметке против прошлого прироста – 0,2%. Разумеется, снижение уровня инфляционного давления в ключевом регионе валютного блока или, как еще называют Германию, локомотиве всего всей еврозоны – этот отчет стал причиной таких же мрачных ожиданий и не менее, скажем, утручающих надежд на то, что эта статистика в таком же негативном плане может повториться уже и в рамках всей еврозоны. А в целом, наверное, те, кто, опять же, строил такие прогнозы, исходя из слабых данных по инфляции в Германии, они были абсолютно правы, потому что тот отчет, который мы, опять же, анализировали по состоянию уровня инфляции в еврозоне, он подтвердил то, что негативные тенденции сохраняются, и кто знает, куда, скажем, этот отчет заведет сам себя спустя вот еще несколько недель. Но я думаю, что значения будут еще ниже тех, на которых они находятся сейчас. Тем временем уровень доверия потребителей в США снова прибавил 103 против прогноза 96,1, позволив, разумеется, американцу потерять, наверное, по итогам торговой сессии вторника не так много, как он мог бы потерять из-за ухода, опять же, трейдеров в защитные активы. Но, наверное, логичный вопрос, почему, если доллар относится к защитным инструментам, в связи с уходом трейдеров в защиту, он не отличается ростом. Не стоит забывать про то, что конкурентом доллара, в частности, в тандеме USD с Yen, остается японский актив. И он обладает куда более защитными свойствами, то есть это уже показывает практика. И, на самом деле, если у вас есть возможность каким-то образом отследить, как отчеты влияют, опять же, на динамику этого тандема валютных активов, особенно на фоне каких-то геополитических факторов напряженности, неопределенности на финансовых рынках, повышенной турбулентности с подтекстом даже негативного, скажем, такого налета, вы сможете лично убедиться в том, что, если такие риски есть, трейдеры дают больше предпочтений именно трейдингу и повышенному интересу к японскому валютному активу, то есть основному конкуренту доллара. И американец в связи с этим явно проигрывает. Поэтому, когда только такие возможности назревают на финансовых рынках, в частности, через коррекцию, опять же, китайской фонды, то мы введем полномерную коррекцию пары USD и иена. И, в принципе, за последние полтора-два месяца, когда мы стали активно отслеживать ситуацию с Китаем, мы в этом уже неоднократно могли убедиться. Говоря про доллар, стоит отметить существенно возросшую активность и даже словесную риторику со стороны представителей ФРС, которые высказывают свою субъективную оценку касательно сроков повышения процентной ставки. Хотя субъективная оценка – это, наверное, неправильно. Все-таки речь идет не о просто чиновниках, либо, скажем, экспертах рынка. Речь идет о тех людях, которые голосуют как раз за изменение монетарного курса. И я надеюсь, будут голосовать, может быть, даже по итогам октябрьского заседания, в пользу того, чтобы наконец-таки сменить, точнее даже сдвинуть с такой мертвой позиции монетарный курс и, наконец-таки, добавить на рынок волатильности и помочь нам реализовать те идеи, которых мы придерживаемся очень давно. Хочется, конечно же, дождаться повышения процентной ставки, тем более, что мы готовимся больше года к этому событию. Каждый раз мы находили достаточно оснований, но, в целом, спасибо, конечно же, тем, скажем, представителям ФРС и макроэкономической статистики американского происхождения, что мы до сих пор не отказались от этой идеи, продолжаем делать ставку на рост доллара. Я думаю, что наши ожидания в самое ближайшее время будут вознаграждены. Осталось дождаться буквально еще следующего заседания, ну или декабрьского. И я думаю, с 90% вероятности мы сможем, собственно, услышать это благожданное решение. В общем, на это мы делаем ставку, и, наверное, вместе с нами на это делают ставку многие участники рынка. Что касается комментариев представителей ФРС, здесь хочется отметить слова Дадли, который указал на то, что, собственно, ожидает повышения процентной ставки до конца этого года. Такое же мнение было характерно для президента ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который обычно еще анализирует состояние по инфляции, в частности, именно отталкиваясь от этого фундаментального отчета, опять же, пытаясь дать ответ на вопрос, касающийся ужесточения монетарной политики. В частности, Вильямс четко и ясно дал понять, что уровень инфляционного давления сейчас, конечно же, испытывает определенный прессинг, учитывая текущие актуальные экономические реалии, но все-таки он стабилен и в перспективе полутора лет сможет предпринять достаточно оснований, чтобы показать нам движение к целевому порогу, который значится в районе 2%. Это, разумеется, если так и будет, станет, наверное, самым серьезным фактором, который убедит уже без исключения всех трейдеров в том, что ФРС полностью готова к нормализации денежно-кредитного курса и к повышению процентных ставок. Но я думаю, что до этих пор мы уже неплохо прокатимся на росте доллара и будем хвалить сами себя за то, что не отказывались от идеи усиления позиции американца, тогда, когда очень многие панически настроенные трейдеры в виде какое-то локальное макроэкономическое расчарование также начинали паниковать и отказывались от идеи роста американца, разворачивались и, собственно, начинали двигаться против долгосрочного тренда, что смерти подобно на самом деле. Я считаю то, что доллар, как ни крути, сохраняет потенциал для усиления позиций и, наверное, сейчас нам нужно постараться, чтобы переубедить самих себя в том, что у американца в плане, опять же, американской экономики достаточно оснований для того, чтобы сохранять свой повышательный тренд и, собственно, оказывать давление на рисковые инструменты. После комментариев указанных, собственно, чиновников, пара доллар-японская иена продолжила консолидироваться рядом с уровнем 120, хотя уже надоело наблюдать этот тандем валютных активов рядом с этим уровнем. К примеру, даже несмотря на разгрузку пятницы, когда USD-йена улетела в район 119, мы сейчас видим то, что пара снова оказалась выше 120, то есть у нас, опять же, консолидация рядом с этой отметкой, и мы снова следим за содержанием экономического календаря и ищем возможности, катализаторы, триггеры на рынке, чтобы, наконец-таки, сместиться с этого уровня и, может быть, с большой долей вероятности, конечно же, пойти выше, потому что доллар должен стоить сейчас подороже, поскольку, опять же, объективная, фундаментальная картина за последние несколько месяцев создавала достаточное количество оснований, чтобы, опять же, исходя из фундамента, доллар неплохо набирал вес против своих конкурентов. Британская валюта проседала во вторник, в частности, мы видели снова достижение уровня майского минимума 1,5146, в частности, когда пара фунт-доллар оказалась в районе 1,5146, мы уже были в хорошем профите, поскольку сделали ставку на трейдинг этим тандемом валютных активов, опять же, с отложки селл-стоп и уровня 1,52. Раньше, еще раз напомню, никак я не решался сам войти в эту сделку и, собственно, не советовал делать вам это, потому что фунт демонстрировал не совсем обоснованное восходящее движение, были риски того, что этот тренд может затянуться и продлиться еще какое-то время, прежде чем трейдеры вернутся адекватно к тем идеям, предполагающим, опять же, фундаментальную слабость британской валюты, и, наконец-таки, поймут то, что оснований для фунта нету, потому что сроки повышения процентной ставки уже, мягко говоря, едут на совсем неопределенное время. Сейчас, вроде бы, все логично, фунт корректируется, это оправданное движение, и на текущий момент также пара находится чуть ниже уровня 1.52, и, соответственно, мы по-прежнему в профите и не отказываемся от идей ослабления, дальнейшего ослабления британской валюты вплоть до достижения уровня 1.50. Хотя, если мы коснемся, скажем, в ближайшее время этой мощной, мощнейшей, я даже сказал, поддержки 1.50, все будет совсем шикарно, и, может быть, с этого уровня, наверное, можно будет поискать уже даже локальные и более оптимальные привлекательные уровни для того, чтобы развернуться и встать уже в долгосрочный восходящий тренд, который будет только образовываться. Но это произойдет только тогда, когда мы окажемся рядом с этой поддержкой. Кто знает, вдруг, скажем, фунт к этому уровню приведет серьезный фундаментальный фунт, который лишь только усилит наше представление, позиции того, что британцам можно поселить еще дальше. Но пока мы болтаемся ниже уровня 1.52, сохраняем свой коллекционный посыл и, соответственно, ждем реализации нашей идеи. В частности, локальному ослаблению в начале прошлой недели поспособствовали такие же слабые данные по потребительскому доверию, опять же, по Британии, поскольку индекс просел с уровня даже 7, по-моему, до 3. Прогнозная оценка значилась в районе 6. В среду, разумеется, все внимание трейдеров было уже уделено, опять же, макроэкономическим данным из еврозоны, поскольку в среду мы дождались самого важного отчета с точки зрения влияния на возможные решения представителей ЕЦБ и Марио Даги касательно расширения программы количественного смягчения, потому что здесь все крутится вокруг текущего состояния по инфляции. Еще раз напомню, что именно риски дефляции и фактически низкие показатели и заставили в марте 2015 года Марио Даги анонсировать беспрецедентные меры экономического стимулирования и, собственно, запустить программу количественного смягчения. Напомню, что сейчас она вроде бы как по срокам будет продолжаться до сентября 2016 года, ее объемы ежемесячного обливания ликвидности составляют 60 миллиардов евро. И такими планомерными планами к сентябрю 2016 года ТЮИ расширит баланс центрального банка больше, чем на 1 триллион евро. Хотя сейчас уже очень много спекуляций касательно того, что программа будет продлина и дальше, значит, уже можно говорить о еще более, скажем, серьезных показателях роста баланса центрального банка и, соответственно, более агрессивном выкупе активов. Давайте посмотрим на статистику по инфляции. В частности, индекс потребительских цен ушел на отрицательную территорию, указав уже на фактически свершившуюся и реализованную угрозу дефляции. Это годовой показатель. Если вмещенно можно было еще списать, скажем, на какое-то локальное проявление, может быть, такое же недельное, либо внутримесячное снижение цен на энергоресурсы, годовой показатель уже явно указывает на наличие тенденции снижения этого показателя, а значит, снова возвращает нас к идее того, что риски дефляции уже реализовались, с потребительской активностью и потребительским спросом будут еще большие проблемы, и если страдает потребительский спрос, значит, можно полномерно ставить крестики в таких макроэкономических драйверах, как темпы экономического расширения. Если нет потребительской активности, ну откуда взяться, скажем, оборотом, который и генерирует достойные показатели по ВВП? Поэтому даже прошлый отчет военных субпотребительских цен уже можно закладывать в основу более слабых темпов экономического расширения валютного блока. Если еврозона будет также слабее, значит, у нас будет еще одна предпосылка, чтобы также негативить уже касательно общего состояния по мировому экономическому росту. Я считаю то, что вместе с Китаем это уже достаточно объективная слабость, чтобы закладывать совсем уже долгосрочные идеи в отношении сырьевых активов. В частности, каждый раз, когда мы описываем перспективы нефти, я говорю то, что у нас на фоне актуальной фундаментальной картины по-прежнему нет оснований, чтобы отказаться от еще большей просадки позиций черного золота, потому что все указывает на то, что спрос будет и дальше падать, а предложение, как вы прекрасно знаете, продолжает расти. Но то, что падает в США, это еще не показатель, потому что Соединенные Штаты Америки – это только один из ключевых производителей нефтересурсов. Есть еще и Россия, и ОПЕК. А там с ростом объемов производства по-прежнему ничего не меняется, тенденция сохраняется, и добыча находится, собственно, практически на рекордных максимумах. Поскольку уровень инфляционного давления в стране, в еврозоне, так и не смог покинуть минимальных годовых значений, разумеется, тут сам собой напрашивается вывод. Европейскому мегарегулятору необходимо предпринимать дополнительные шаги по разгону инфляции и стимулированию темпов экономического роста. Сразу после выхода слабых данных по индексу потребительских цен рейтинговое агентство СНП обозначило неизбежность такого шага ИЦБ, как продление срока в действии европейской программы количественного смягчения. Ну, в целом, мы сейчас вкратце, точнее, я об этом сказал. Действительно, я уже, в принципе, месяца три назад знал то, что программа уйдет за сентябрь 2016 года, и уж тем более это произойдет, если ИЦБ до этого периода не проявит решительность и проактивность, и не нотирует, соответственно, дополнительные меры экономического стимуляции. Но пока ИЦБ вроде как дремлет, не знаю, чего ждут. Может быть, уже на этой неделе, кстати, уже завтра, когда состоится очередная конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, мы, может, получим какие-то намеки, пусть даже вербальные, хоть что-то нам нужно сейчас, чтобы, собственно, цепляться по-прежнему за идею, предполагающую возможность более агрессивного выплаты активов, соответственно, дополнительных мер экономического стимулирования, ну и, разумеется, такой же ставки на разгрузку главного валютного риска. Тем временем, количество безработных в Германии за прошлый месяц выросло на 2 тысячи человек, евро на этом фоне снизилось с уровня 1.1260 до уровня 1.1170. Это опять спросом. В средней неделе прошлой не пользовалась также и британская валюта. Мы видели к лоссу, в частности, 1.5126, что на фоне снижения темпов экономического роста ВВП до 2.4%, против прогноза роста на 2.6 вполне логично. А вот американская валюта снова была на коне, в частности, доллар и японская иена предприняли очередную попытку не просто продолжить консолидацию рядом с уровнем 120, но, может быть, найти хоть каких-то оснований для того, чтобы зацепиться выше и, наконец-таки, порадовать тех трейдеров, которые вот уже который месяц делают ставку на то, что американец будет стоить дороже против своего основного защитного конкурента, японской иены. И, в частности, поспособствовали локальному бычьему ралли, опять же, и возможности закрепления пары USD-иена в прошлую среду выше уровня 120 данные по состоянию американского рынка труда по версии ADP. Напомню то, что это отчет, который выходит за сутки до Non-Farm Perils. И те, кто, опять же, ориентируется на самый важный, ключевой отчет по состоянию американского рынка труда, они сначала анализируют данные по ADP от частного агентства, а потом проецируют их уже на официальную статистику, потому что, как правило, эти отчеты очень сильно, скажем, совпадают друг с другом, коррелируют, хотя в последнее время эта корреляция уже существенно снизилась. Ну, в общем, мы за ADP также следим, как и все участники рынка. В прошлую среду они оказались очень хорошими, потому что, по факту, прогнозы буквально за неделю до этого были в районе 180 тысяч, и по мере выхода хороших макроэкономических данных, помимо усиления спекуляций и комментариев со стороны голосующих членов ФРС, того, что повышение ставки – это уже неизбежность до конца этого года, прогнозы стали быстро пересматриваться, там 187, 190, потом 195 был, и вот буквально к отчету среды мы подошли с прогнозом в 200 тысяч. И по факту, хотя до 200 тысяч, по-моему, не дотянули, 195 – это уже достаточно высокий цифр, цифра и, соответственно, очевидный прирост. По факту отчет был 200 тысяч, то есть это очень хороший сигнал сохраняющегося восстановления на американском рынке труда, и, разумеется, после такой статистики мы начали предвкушать, что нечто подобное мы увидим и по состоянию Non-Farm Perils. В среду также были опубликованы данные по ОВП Канады, в последнее время на канадский доллар мы также уделяем много внимания, поскольку пара USDCAD пополнила, скажем, ряды тех, точнее, сделки, которые мы провели в тандеме этих валютных активов, стали для нас результативными, но мы по-прежнему не отказываемся от идеи того, что USDCAD в самое ближайшее время, я думаю, до конца этого года точно сможет добраться до еще более высоких уровней, нежели тех, на которых эта пара торгуется сейчас. Я еще раз повторяю, что это уровень 1.35, и каждый день, когда у нас на повестке, опять же, обсуждение и содержание экономического календаря, есть основания засыпиться за какой-то макроэкономический повод, мы находим доказательства того, что канадец действительно аутсайдер, и, наверное, продолжит ослабить с большой долей вероятности, потому что реагирует на общее состояние рынка энергоресурсов, и, разумеется, ему некуда деваться, исходя из национального макроэкономического фона. В частности, темпы экономического расширения ОВП в прошлую среду 0.3%, разумеется, месячный эквивалент против прошлого 0.4%. Прогноз был ниже 0.3%, и трейдеры решили то, что если, скажем, отчет оказался повыше, но хуже прошлой оценки, это позитив. Я придерживаюсь другой, скажем, тактики на рынке. Я больше сравниваю, опять же, не с ожиданиями, я сравниваю с фактическими отчетами прошлых периодов, потому что только так можно проследить реальную тенденцию. И сейчас эта тенденция по Канаде определяет то, что канадская экономика в стагнации, и, соответственно, продолжает снижаться, создавая дополнительные риски для будущего состояния и стабильности экономики. Если и цены на нефть продолжат также полномерно двигаться к нашей благосрочной цели, в частности, по бренду это 45 долларов за баррель, значит и канадец также продолжит дисконтировать риски в собственной стоимости через, опять же, слабость национальной экономики. Поэтому по USDCAD, особенно на фоне падения инвестиций и капиталовложения в канадскую экономику, я давно уже сделал ставку на то, что канадец должен стоить куда меньше текущих значений. Поэтому ждем, собственно, уровень 1.35, все располагать к тому, чтобы пара полномерно смещалась к этому рубежу. Почему, собственно, USDCAD после, скажем, отчета, опять же, по темпам экономического роста просел? По-моему, локальный минимум по паре в тот день был 1.3311. Я думаю, то, что укрепление канадца было больше связано не с темпами, опять же, экономического расширения, а подогретой эскалацией геополитической напряженности в Сирии, поскольку этот конфликт стал причиной локального роста позиций черного золота, это также оказало соответствующую поддержку и канадской валюте, и, разумеется, всем тем инструментам, которые зависят от стабильных цен на энергоресурсы. Ближневосточный конфликт оказался куда серьезнее и макроэкономических данных, которые влияют на нефть. Поэтому, в целом, мы также следили за запасами в США. В частности, запасы выросли на 3,95 миллиона против прошлого сокращения на минус 1,9 миллиона. Хотя я уже двумя неделями ранее отметил, что сейчас, скорее всего, мы так и будем иметь дело с тенденцией роста запасов, поскольку есть фактор, связанный с сезонной недозагруженностью производственных мощностей из-за технического обслуживания, также сезонного характера. И эта тенденция, скорее всего, будет наблюдаться буквально до конца осени, что в целом может подстегнуть интерес, разумеется, медведей именно к позициям нефти. Но мы по нефти, ну, по крайней мере, я точно отношусь именно к таким. Четверг уже стал днем индекса производственной активности в промышленном секторе. Данные по индексу производственной активности в Германии подтвердили стагнацию сектора. Неважным оказался отчет и по еврозоне. В целом, 53 против прогноза 53. Только евро собралось двинуть ниже уровня 1,11. Я уже было поверил, что до конца прошлой недели мы сможем добраться до нашей цели 1,10, как в игру вступила уже слабая статистика из США и охладила медвежье настроение в отношении евроинвесторов. Первичные заявки на пособие по безработице от США 277,00 против прогноза 270. Хотя здесь, если мы будем, опять же, детально анализировать ситуацию, еще раз напомню, что если отчет ниже 300,000, значит смело можно закрывать глаза уже на фактические цифры, потому что речь идет о позитиве, который сохраняется уже на протяжении более 30 недель. И это самый затяжной цикл восстановления сектора за последние 40 лет. То есть эта тенденция сохраняется, это реальный тренд, который указывает на улучшение сектора, на реальное восстановление. И уровень безработицы, который на текущий момент в США находится на значении 5,1% в одном шаге, 0,1% от той цели, которая была поставлена в основе деятельности ФРС после кризиса 2008 года и после краха Лемон Брата. Сейчас эта цель уже реализована, еще чуть-чуть. Если бы Non-Farm Parles не подвели, я уверен, что 5% мы бы смогли коснуться по безработице уже даже буквально в прошлую пятницу. Но, учитывая динамику заявок на пособия по безработице, я верю, что прошлое статистическое разочарование пятницы – это только лишь локальное проявление. У нас достаточно сигналов, указывающих на то, что доллар будет дальше расти. Я считаю, что уже следующие, точнее даже, получается, ноябрьские Non-Farm Parles смогут реабилитировать трейдеров в отношении, точнее, реабилитировать американцев в отношении трейдеров и по отношению к американской статистике по состоянию рынка труда. Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM – 52 против прогноза 50,6. Не обошлось, в частности, ближе к концу прошлой недели и без позитива для доллара. В частности, индекс деловой активности уже по версии Market оказался лучше – 53,1 и смог оттолкнуться от локального минимального уровня, который значился в районе 51 и с небольшим прогнозом. Кстати, был 51,3, то есть, по факту, статистика оказалась очень даже ничего. Евро-доллар закрыла четверг на уровне 1,1993, доллар-японская иена просела в район 1,1991 фунт, продолжил снижаться в четверг и добрался до нового минимума на отметке 1,5106. Ну и, разумеется, остались у нас пятничные данные состояния рынка труда, non-farm perils, уровень безработицы и, соответственно, динамика по росту заработных плат. В целом, давайте сейчас не будем конкретно останавливаться на цифрах, вы их прекрасно знаете. Количество новых рабочих мест хуже ожиданий, уровень безработицы на том же уровне. Но вот что больше всего разочаровало лично меня – это отсутствие прироста в заработных платах. Я было надеялся на то, что индекс потребительских цен в рамках США сможет найти достаточных поводов и оснований для постепенного роста. Но получилось так, что, опять же, на предположениях далеко мне уехать не удалось. Но я не отказываюсь от идеи того, что, может быть, локальное, такое месячное разочарование будет сменено уже в следующем месяце и по факту следующего отчета non-farm perils уже более позитивными данными. Поэтому я все-таки стараюсь оценивать общий фундаментальный фон и не цепляться за именно локальные слабые макроэкономические релизы. Поэтому non-farm perils, думаю, что негативить не нужно. И мои слова косвенно подтверждают даже текущая динамика американской валюты, потому что мы видим то, что долг уже активно прессингует, собственно, отбивает утраченные пункты против своих основных конкурентов. В частности, по паре USD и Yen уже оказался выше 120, то есть вернулся к тому уровню, на которых он торговался до этого. То есть есть еще такие триггеры, внутренние факторы для движения американца, и он от них сейчас не отказывается. Он ими руководствуется, потому что понимает, что он самый крутой на финансовых рынках. И, соответственно, у этого актива больше, чем, скажем, у кого-либо из его основных конкурентов возможности для фундаментального стратегического долгосрочного роста. Поэтому, говоря про перспективы USD и Yen, хотя давайте мы поговорим об этом, когда будем анализировать уже заключительный слайд, где у нас конкретные цели. Теперь пришло время перейти к отчетам этой недели. Завтра у нас с утра ставка по Австралии. Не думаю, что ее изменит, хотя если мы дождемся протоколов, хотелось бы, конечно, чтобы это было именно так. Есть вероятность и шансы услышать, опять же, заявление представителей Резервного банка Австралии, может быть, даже Глена Стивенсона, касательно того, что австралийский доллар по-прежнему слишком много стоит, а значит, позиционно он будет слабеть. Думаю, что если сохраняется вероятность снижения процентной ставки, понятно, что есть и потенциал для коррекции, и, соответственно, есть основания надеяться на то, что австралийцы против доллара просядят еще серьезнее. Тем более, что австралийцы – это один из самых, скажем, чувствительных к динамике сырьевых активов валютный инструмент. Мы знаем то, что риски для, скажем, риски такого глобального геополитического плана, они сохраняются. Значит, вместе вкупе с слабостью уже национального региона, напомню, что после заката, бума инвестиций в горнодобывающий сектор, австралийская экономика явно нуждается в дополнительных инвестициях, которые сейчас пока не может получить дополнительно, тем более из-за того, что активно приседают цены на железную руду и уголь. Пока эта ситуация вряд ли изменится. Значит, риски будут снова расти на австралийский регион, что в целом будет подталкивать Резервный банк Австралии к еще одному шагу по стимулированию экономической политики. По итогам этого заседания снижение ставки я не ожидаю. Может быть, пройдет еще месяц, прежде чем Резервный банк Австралии сам оценит текущую экономическую ситуацию, подведет итоги того, как прошлые стимулы уже повлияли на позицию австралийца. Мы знаем то, что повлияли они негативным образом, потому что мы буквально две недели назад реализовали нашу долгосрочную цель – движение пары OutUSD в район 0,70. Но после того, как мы достигли этого рубежа, мы не стали списывать за счетом возможность еще большей коррекции австралийца, потому что хотим увидеть еще одно снижение процентной ставки. Поэтому ждем снижение OutUSD в район 0,68. Еврозоны выступления главы ЦБ Драги. Да, очень важное это событие, поскольку после слабых данных по индексу потребительских цен Драги придется держать ответ за риски, точнее уже реализованный факт дефляции. То, что показатель находится годовой уже на отрицательной территории, я об этом уже отметил, сказал. Соответственно, Драги будет возможен отвечать на вопросы касательно стабильности экономики валютного блока. И, разумеется, наверное, вынужден будет затронуть тему тех инструментов, которые имеются в арсенале ЦБ, чтобы противостоять рискам еще большего снижения индекса потребительских цен. Если вопрос об инструментах будет поднят, значит речь пойдет о более агрессивном выкупе активов и решении программы количества смягчений. То есть это как раз то, что мы и ждем. Поэтому завтрашнюю конференцию ей нужно уделить много внимания. Может быть, это событие окажется настоящей такой локальной тактической бомбой, потому что если намеки будут сделаны со стороны Драги, значит трейдеры ими сразу же воспользуются и подтащат позиции главного валютного риска ниже тех значений, разумеется, на которых пара евро-доллар торгуется сейчас. Наша цель пока без изменений 1.10. В среду пресс-конференции и комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии. Снова в последнее время мы вернулись к теме возможных дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Банка Японии. Некоторое время назад даже руководство Японии нас пыталось заверить то, что доп. экономических стимулов не будет в перспективе ближайшего года. Но напомню, что все это было, эти оптимистичные наценки, наивные, на мой взгляд, до того, как вышли последние данные по индексу потребительских цен в Японии, отчет просел в годовом эквиваленте на 0.1%, и это первое снижение больше, чем за год. А значит, так же, как и в ЕЦБ, текущей программы на 80 триллионов иен в год недостаточно, чтобы бороться с угрозой дефляции, точнее, рисками низкой инфляции. И эта проблема, на самом деле, характерна для этого региона уже несколько десятков лет. Но программа количественного смысления была запущена не так давно, конечно же, но пока мы видим, что каких-либо серьезных прорывных следствий нет. Значит, ждем таких же дополнительных стимулов со стороны уже Банка Японии и готовимся в связи с этим делать ставку на продажу японского валютного актива. Что, разумеется, будет использовано американцам на фоне даже контраста монетарных политик, ФРС, повышения процентной ставки, ужесточения монетарной политики. Банк Японии, соответственно, дополнительные меры экономического стимулирования и новые пакеты, собственно, мягких экономических, скажем, стимулов и инструментов, которые задействуются в рамках японского мегарегулятора. В общем, USD-йена, даже исходя из такого сценария, сохраняет достаточно оснований для роста. А в среду у нас еще промышленное производство по Англии и оценка темпов роста ВВП. Здесь я уже думаю, что можно смело готовиться к слабым отчетам, поскольку сегодня, к примеру, завтра я на брифинге еще поподробнее об этом поговорю, но если вы заглядывали в экономический календарь, были опубликованы данные по производственной активности в сфере услуг. Напомню, что сфера услуг для английской экономики является ключевым сектором, указывающим и создающим основания для хороших показателей по темпам экономического роста. Наверное, даже процентов 75-80 от всего показателей ВВП – это то производство, которое приходится на сферу услуг. Отчет сегодня показал минимальный прирост за последние два с половиной года. Ну, явно уж тенденция напрашивается сама собой на фоне слабых махоэкономических данных касательно того, что ситуация ухудшилась да нельзя сейчас в рамках британского рынка и британской экономики. Для нас это, конечно же, хорошо, потому что мы продаем британцы и ждем уровень 1,50 против доллара. Также в среду данные по запасам нефти. Здесь ждем рост запасов и локального давления на позиции бренда и черного золота, то есть и WTI, кстати, тоже. Единственное, что все карты нам может спутать дополнительный виток эскалации напряженности в, соответственно, в Сирии. Если это произойдет, то локально мы переключимся как косрочно на интерес к позиции черного золота, потому что, разумеется, на рынках снова будут обсуждать такую тему, как возможность срыва поставок. Но ближневосточные конфликты – это очень частое явление для финансовых рынков, они быстро появляются и быстро сходят на нет. Поэтому мы рано или поздно, надеюсь, что рано, вернемся к нашей прежней эминиционной идее, предполагающей ослабление позиции черного золота. Четверг, суперчетверг, назовем его так, даже не потому, что много отчетов, а потому что такой термин употребляет сам Банк Англии по отношению к этому дню. На слайде вы видите то, что в этот день у нас запланировано голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии, планируемый объем покупки активов, решения по процентной ставке и протокол. Все за один день, с интервалом в несколько часов, даже, по-моему, в один час. То есть, думаю, если в целом, опять же, дать оценку этого тотального фундаментального фона, я бы все-таки склонялся больше к негативу, потому что, разумеется, если мы будем цепляться за повышением процентной ставки, понятное дело, что на фоне слабых макроэкономических данных последних недель повышение ставки произойдет не раньше 2017 года. Тут уже как ни крути. Что касается, опять же, актуальной ставки и планируемого объема покупки активов, здесь все без изменений будет. Что, в целом, наверное, никак уже не скажется на динамике на фунта. Но прежний негатив, которого хватает, и, соответственно, еще одной позиции уже со стороны голосующих членов, касательно того, что они не видят оснований для ужесточения монетарной политики в перспективе ближайшего года, будет достаточно, чтобы также делать СЛ на британца и ставить, собственно, на коррекцию фунта против доллара. Ну и самый важный отчет этой недели – итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. То есть минутки ФРС. Разумеется, этот отчет мы будем анализировать через призму возможных намеков на решение по ставке. Будем искать дополнительные сигналы, подтверждение того, что мы находимся на правильном пути. Предполагаю, что повышение ставки произойдет до конца этого года, что в целом позволит нам не отказываться от идеи, а может быть даже еще больше убедиться в том, что доллар сохраняет достаточные основания для такого тотального фундаментального роста. И в пятницу, довольно спокойный день, будем в основном концентрироваться, фокусироваться на данных по Канаде, изменения числа занятых и уровня безработицы. Думаю, что если я уже в негативном ключе высказался по канадской экономике, было бы неплохо, конечно же, дождаться еще одного статистического расчарования уже канадского происхождения, чтобы уж, начиная со следующей недели, снова активно возвращаться к идее, предполагающей то, что пара USDCAD снова найдет основания для движения выше сопротивления и уровня 1.33. То есть наша цель, еще раз напомню, 1.35. Нужен, конечно же, макроэкономический повод, и учитывая то, что данные по состоянию канадского рынка труда являются довольно-таки авторитетным отчетом для перспективы экономики и, разумеется, национальной валюты, соответственно, будем следить и за этим отчетом. Ну и что касается целевых ориентиров по основным валютным активам. То есть цели, по сути, повторены из прошлой недели, все-таки хочу и добраться до этих рубежей, чтобы зафиксировать профильные сделки в рамках недели, и считаю то, что основания для этого есть. На этом все. Если есть вопросы, задавайте их, с радостью на них отвечу. Продолжение следует... Соответственно, буду рад видеть вас всех и там. Всего доброго! До свидания!